А на краснодарских улицах кипит жизнь, веселыми пузырьками кружатся на поверхности проспектов и переулков автомобилей всех видов и мастей. Варятся они в соку светофоров, знаков и разметки. Впрочем, получается обычно не суп передвижения, а скорее холодец пробок. Опять активизировались над городом электромагнитные воронки. Расплескивая во все стороны протоны и электроны, портят они жизнь автомобилистов. В этот раз излучение грело асфальт дороги и мозг водителей на 1 мая и Тепличной. Ранним утром никуда не спешила маленькая Калина, а вот Веста и явно спешила. Ловкой подсечкой отправлена была Калина прямо в автобус, до этого мирно наблюдавшей за ситуацией. Утро явно не задалось. И это не все. Воронка разверзалась, затягивая новых жертв. Пока Калину отковыривали от автобуса, не справившись со сложнейшей дорожной ситуацией, пробкой, солярис примагнитился к акценту. Впрочем, завороженный происходящим владелец акцента даже не сразу заметил торчащего сзади однофамильца. Загадочное место. Оставим его ненадолго. Ведь на Красный и Бабушкина тоже было непросто держать в руках одновременно себя и руль. Спешил на заказ таксист и ерзал уступлении. И как только красный сигнал светофора стал немного оранжевым, тянулся вперед. Но там был его коллега, также летящий на оранжевый сигнал светофора. А Бордовый Ке просто попал под обидную раздачу. Но и это не все. Чуть позже там же на оранжевый сигнал светофора резко кинулся вперед еще и рейндж-ровер. И, как вы понимаете, не очень удачно. И для себя, и для десятки. А мы возвращаемся на 1 мая и Тепличную. Только что удалось разорвать слипшиеся автобусы Калину. И вроде бы ничего не предвещает новой беды. Но мы-то помним, что место нехорошее. Ждать долго не пришлось. Шевроле вытолкнуло на перекресток с сильным дуновением ветра. И, конечно же, к нему примагнитился таксист. Субтитры создавал DimaTorzok